К другим темам. Получить бесплатное образование с нынешнего года можно и в негосударственных университетах и институтах. А вот подать заявление о льготном приеме сразу в несколько учебных заведений будет нельзя. С 1 февраля в России вступили в действие изменения в правила приема в ВУЗы. Подробнее об этом в материале Анжелики Антипиной. Самый большой простор для маневров раньше был у абитуриентов и льготников. Они могли подавать документы сразу в 5 ВУЗов и на целых 3 направления. То есть по сути свои льготы они могли воспользоваться 15 раз. Новые правила поступления корректируют эту ситуацию. Льготники, причем не только победители Олимпиад, но и дети-сироты, инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства, также теперь могут подавать на льготных условиях только на одно направление или одну специальность. В остальные же 4 ВУЗа льготники будут подавать документы на общих основаниях. По мнению сотрудников ВУЗов, это позволит увидеть более реальную картину конкурса на бюджетные места. К тому же сократится процент так называемых целевиков. Это те выпускники школ, которых на обучение направляют органы государственного и местного управления. И поступают в ВУЗ, они конкурируют только с такими же целевиками. Некоторые эксперты считают понятие целевой набор пережитком прошлого. И если в 2010 году в высших учебных заведениях региона было 30% целевиков, то в этом году будет только 15. А значит количество бюджетных мест должно увеличиться. Еще один важный момент в том, что теперь каждый ВУЗ составляет свои правила приема. Но общий для всех норматив все же будет. Минимальные пороги по каждому предмету, они не могут быть ниже установленных Рособранадзором. То есть по результатам компании ЕГЭ. Соответственно, те абитуриенты, которые не набрали баллы, условно говоря, дотягивающие до тройки, они не могут поступить, соответственно, в ВУЗ. Собственные правила приема ВУЗа страны должны были разместить на сайтах еще 1 февраля. Так что будущим абитуриентам придется внимательно с ними ознакомиться. И еще одно важное нововведение, которое начинает действовать с этого года. Бюджетные места появятся и в негосударственных ВУЗах. То есть получить в них образование можно будет бесплатно. Список этих учебных заведений, которые, кстати, должны иметь госакредитацию, станет известен в апреле-майе по результатам конкурса. Немаловажно, что правила набора абитуриентов-льготников не государственные ВУЗы будут исполнять так же, как и государственные. Анжелика Антипин, Александр Шишин, телекомпания Ахтуба.